Что надо сделать, чтобы осчастливить почти 12 тысяч детей? Именно столько мальчиков и девочек проживают сегодня в Ненинском округе. Для их развития и роста работают детские сады, школы и учреждения дополнительного образования. О популярных и новых видах детского досуга в нашем сюжете. Композиция «Золотой петушок» – первое сыгранное Настей произведение. За год занятий в музыкальной школе первоклассница успела освоить ноты, движения с мучком и научилась ценить время. Еще Настя занимается танцами, фигурным катанием, рукоделием, ходит в церковную школу и бассейн. В планах – научиться играть в баскетбол. Воскресная школа по субботам, берегиня по субботам, тваравушки по воскресеньям. После воскресной школы я иду на берегиню. Потом у меня по понедельникам я все успеваю. Я еще хожу на английский язык. Столь разнообразная жизнь ребенка совсем не тяготит. Наоборот. Преподаватель Людмила Александровна считает, это тот возраст, когда ребенок все впитывает как губка. Надо только дать возможность. А в округе она есть у всех детей. Без исключения. В сентября с прошлого приезжала девочка, мама у нее сама с Наринмара. И она живет, она в Шотландии. Вот вышла замуж и привезла сюда сейчас своего ребенка Нага, что посмотри, что такое Россия. И она буквально была ошарашена, что у нас все доп. образование бесплатно в России. Она говорит, это просто немыслимо, нигде такого нет. Совершенно бесплатно для детей в городе работают 4 спортивных центра, школа искусств, дом детского творчества, дом культуры, КДЦ «Арктика». Относительно небольшие расстояния и безопасность позволяют детям самостоятельно ходить на кружки после школы. Если же надо из города добраться, к примеру, в Ледовый дворец, есть общественный транспорт. Проезд для детей бесплатный. Шайба, клюшка и залет, нравится. Хоккей для Тимура не просто любимое увлечение. Он продолжает семейную традицию. Гонять шайбу любит и его папа. Недавно у юного хоккеиста родился двоюродный брат. Тимур обещает и его вывести на лед. Сегодня хоккейная секция – одна из популярных в городе, что неудивительно. Занятие до шести раз в неделю, бесплатная форма и снаряжение – опытные тренеры. Тренер у нас хороший. Он делает задания для нас, чтобы мы хорошо себя вели, чтобы не баловались. А делает он задания, чтобы мы играли. Чирлидинг, в отличие от хоккея, спортивное направление новое. В сентябре 2014 года по инициативе тренера Инны Хабаровой на базе Ледового дворца труд открылись первые две группы по 12 человек. Чирлидинг совмещает акробатику, гимнастику и ритмику. Раньше я вела у девчонок фитнес, аэробику, и мы решили попробовать выступать на соревнованиях как группа поддержки с помпонами. И отсюда вытекло направление чирлидинг. Большое желание, интенсивные тренировки и через год можно ехать на соревнования. Ежегодно дети Ненецкого округа показывают свои достижения за пределами региона. Первое место на чемпионате Северо-Запада по спортивным танцам «Беломорские ритмы». Дипломы лауреатов ансамбля «Лошкарей» в Казани, во Франции, Испании, Италии, Болгарии. Успехи лыжников, участников Всероссийских олимпиад и творческих конкурсов. Это становится возможным благодаря финансированию сферы образования. В бюджете 2015 года на эти цели заложено более 5 миллиардов рублей. Главная задача власти – это создать возможности с тем, чтобы у родителей была возможность предоставить своим деткам все самое необходимое. Это сеть спортивных учреждений, сеть образовательных учреждений, медицинских. Дети растут, растут и творческие спортивные достижения, а значит у округа есть будущее.